Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня в разделе про лечебные свойства высших бездиальных грибов речь пойдет о грибе капринус. Данная лекция будет очень важна тем, кто имеет проблемы с алкоголем, кто является алкоголиком, пьяницей. Беда только в том, что эти люди, ну скажем, не признают никогда. Любой алкоголик будет в себя стучать в грудь, говорит, какой я алкоголик, я знаю меру, это все кто-то виноват, это у меня горе, это радость искать причины. Поэтому больше, наверное, эти лекции для членов семьи алкоголика, которые страдают от него, которые хотят ему помочь и наладить жизнь и этого человека, своего родственника, родного, ну и своей семьи, себя лично, значит, соответственно. Так вот, служите внимательно, учтите, это реальная возможность, чтобы ваш родственник перестал употреблять алкоголь. Если порошок из гриба капринус высушен заранее правильно, либо применяя уже готовые, что лучше, конечно же, препараты для более точной, правильной дозировки, применяя алкоголь совместно с употреблением этого гриба, ну в течение этого дня, скажем, да, будут возникать молниеносно симптомы тошноты, рвоты, а также спазмы в желудке, кишечнике, ну, естественно, расстройство стула, диарея и прочие симптомы, которые будут вызывать, соответственно, отвращение к алкоголю. Есть другие свойства его, биологические механизмы. Чуть дальше я поясню. Почему еще я рекомендую данный метод при решении проблем с алкоголиками? Дело в том, что силы воли у них, как правило, нет. Обещания бессмысленны. Да вы сами все знаете, беда у кого есть в семье алкоголик. Так вот поэтому этот вариант можно без личного желания больного вполне применить. И он будет действенным, и столетиями так применяли. И действительно, если сделать системный, комплексный такой, пройти курс, тогда он уже потом впоследствии будет та точка невозврата, когда он и сам уже не захочет потреблять алкоголь. Потому что потом уже разумные доводы и какие-то личные состояния, ощущения организма более здорового, когда он избавился от алкогольных ядов и их последствий, приведет к человеку к тому, что он начнет хоть думать и ощущать, по крайней мере. И тогда легче будет с ним говорить, привести какие-то иные аргументы разумные, поскольку для алкоголика, находящегося фактически перманентно и всегда в состояниях алкогольного отравления, это бессмысленно. Любые речи, доводы и только нервы ваши будут уходить впустую, и вашу жизнь будете растрачивать. Поэтому действительно этот метод прекрасен и очень эффективен. Итак, капримус. Его еще называют гриб-навозник, потому что любит он удобренную, скажем так, азотистыми веществами почву. Растет на жирных, рыхлых почвах, около навозных куч, ну и поэтому, собственно, так и называется. А также его называли раньше чернильный гриб. Да, дело в том, что в прошлые века из капримуса серого изготавливали чернила для подписания документов особой государственной важности, ну и также подписания векселей денежных и так далее. Зрелые грибы складывали в какую-либо посуду, они в ней самопереваривались в такую черную густую жидкость, ее процеживали и потом это использовали именно как чернила. Также в настоящее даже время они используются для ретуши фотографий, вещество капримуса добавляется обязательно. Ну и в особых случаях для письма специфического, для реставрации писем и так далее. Но нас с вами интересует его другое свойство, правда? Ну поэтому вот расскажу вам исторический аспект в этом медицинском смысле. Мышам предлагали пшеницу с замоченой водки. Таких экспериментов проводилось много. Через несколько недель, поскольку другой еды не было, и они уже становились алкоголиками, они ничего другого есть уже не хотели, даже когда ставили другую пшеницу, либо любые иные угощения, они ели эти пропитанные алкоголем зерна. Затем в первое кормление, когда они окончательно стали алкоголиками, им стали добавлять порошок капримуса, подсыпать. Через некоторое время предлагали еду на выбор. Пшеницу, то есть вымоченную водки, как уже в последнее время они привыкли, или в обычной воде. Так вот через полтора месяца более 60% мышей, приученных вот к этому этиловому спирту, перешли на нормальное питание и не могли больше есть тот пропитанный алкоголем корм. Так вот, исследования в этой области продолжаются, они проводились и ранее, с 70-х годов очень серьезно. Эти экспериментальные изучения действующего вещества капринуса изучали во многих лабораториях, не только нашей страны. Вещество действующее, кстати, L-глутамин, который по-другому называется каприн номер 5-1, оксициклопропин. Его выделили в чистом виде в 1975 году. И вот в 90-е годы 20 века были поставлены точки, что называется, в изучении данного уже научного подхода, каким образом действует это вещество. Так вот, а это вещество просто окисляет вводимый в организм спирт. Важно понимать, что именно воздействие этих специфических веществ, с этиловым спиртом, в организме провоцирует бурную реакцию, похожую именно на острую интоксикацию. И вот этот страх повторения такого состояния и удерживает алкоголика от последующего потребления алкоголя. Более того, очень важно понять одну вещь. Почему человек начинает отказываться от алкоголя, хочет он того или нет? А потому что у него перестает быть вот это после потребления алкоголя так называемое эйфорийное состояние, то есть вот это ожидаемое удовлетворение. Это происходит на биохимическом уровне, а это связано с гормонами, адреналином, норадреналином, дофамином. Так вот, формируется в сознании и даже на подсознательном уровне установка на неприятие спиртного. Человек после каждого стакана будет ощущать противные вот эти ощущения интоксикации со всеми вытекающими последствиями. Поэтому постепенно будет блокироваться вот это желание человека потреблять алкоголь. Кто-то задаст вопрос, а не нанесет ли это вещество, этот гриб, соответственно, вред человеку? Нет. Вещество каприн не наносит ряда организму. Более того, эти грибы съедобные, их можно и жарить, и варить. Есть только один нюанс, о котором я чуть позже расскажу. Так вот, вот это плохое самочувствие накатывает очень быстро, как бы возникает, после потребления гриба и спиртного одновременно, да? Но оно внезапно так же быстро и полностью проходит. Вот. Поэтому бывали случаи, когда даже одного-двух сеансов хватало, чтобы человек перестал пить или, по крайней мере, охладел к дальнейшим вот этим возлияниям. Но при серьезных формах алкоголизма, пьянства, конечно, требуется лечение достаточно длительное, хотя это, конечно, условно, до трех месяцев. Итак, существует навозник серый. Это отдельный вид, как, впрочем, остальные три основных вида навозника. Существует навозник мерцающий, такого желтоватого цвета, специфический, на картинке сейчас вы это видите, и, соответственно, уже не перепутаете. Также существует навозник рассеянный, такой вид. Существует навозник белый. У всех навозников правильная яйцевидная, либо цилиндрическая шляпка, конечно, в молодом возрасте. Позже она становится такая колокольчатая или коносовидная. Ну, а в зависимости от вида, поверхность ее шляпки может быть гладкая, хлопьевидная, волокнистая, ну, или такая, как бы, радиально-трубчатая. Окраска может быть белая, серая, желтоватая. У некоторых видов есть кольцо в средней части ножки. У мелких видов плодовые тела существуют около 12 часов. У крупных, ну, например, навозника белого, до двух суток. А при созревании грибы шляпка чернеет и расплывается в черную массу, содержащую многочисленные споры. Это явление называют аутолизом или автолизом, то есть саморастворением. Этот процесс открыл Академик Уголев. Говоря об адекватном питании, я рассказывал об этом процессе в моих видео, например, девять причин болезни. Так вот, автолиз проходит под воздействием ферментов, которые содержатся в самом грибе. Эти ферменты активны при отрицательных даже температурах, поэтому навозники невозможно сохранить даже в замороженном виде. Кроме того, они еще вырабатывают ферменты, с помощью которых они как бы усваивают, растворяют клетчатку. Так вот, нужно понимать, что для самостоятельного заготовления этих грибов и чтобы они хранились, нужно соблюсти некоторые правила. В принципе, это возможно. Но помните, при термообработке часть действующих веществ разрушаются, хотя и не полностью. Ну, а правильнее, наверное, по крайней мере, уж точно, безошибочно, можно воспользоваться уже готовыми препаратами, которые выпускает Центр фунготерапии мои коллеги. И, соответственно, этот гриб в виде препарата готовых можно приобрести у нас на сайте. Так вот, если вы будете собирать сами, нужно успеть до той стадии, когда он еще твердый и не раскрылся. Нужно подсушить в течение часа в духовке при 70 градусах не выше или двух часов, выпарить в общем влагу до полного хруста при разламывании. Ну, разрезать предварительно лучше керамическими ножами на маленькие кусочки. Можно размельчить в порошок в блендере маленьком, ну, типа в кофемолке, и уже порошок подсыпать, соответственно, куда угодно. Супы, каши, неважно. В пище же вот эти посторонние добавки человек не обнаружит, потому что они не имеют ярко выраженного вкуса и пьющий человек это просто не поймет и не почувствует. Поэтому тут уже все зависит от вашего умения, ну, так сказать, хитрости какой-то в добавлении препарата, чтобы человек этого просто даже и не знал. Так вот, самостоятельно приготовленные средства на основе навозника не требуют специальных дозировок, потому что, ну, скажем так, передозировки здесь быть не может. другое дело, что часть лечебного эффекта теряется. И дозу, конечно, такую точную трудно выбрать. Это методом эксперимента делается. чем больше человек выпивает, тем, скажем, быстрее, кстати, наступают вот эти тяжелые симптомы непереносимости. Я расскажу в завершении, как можно воспользоваться уже готовыми препаратами с точной дозировкой, сколько потреблять, как применять. Но помните, у алкоголиков истощена нервная система. Я советую, рекомендую дополнительно принимать витамин В12 в виде метилкабаламина. Подробно у меня про это рассказано в моей лекции о В12 витамине. Посмотрите ее обязательно. Обязательно посмотрите лекцию стресс. Важно справляться со стрессами, которые будут неизбежны в начале при изменении биохимии организма. Важно понимать, что для алкоголика очень важны питательные элементы, которых в пище у него не хватает силу, ряда обстоятельств. Поэтому моя лекция дисбактериоз будет очень важна для обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами. Каким образом это можно сделать, там все рассказано. Если вы это учтете, то переходный процесс будет легче и быстрее восстанавливаться организм. А это крайне важно. Важно поддержать и печень, которая у алкоголиков естественно разрушается и разрушена. Начинаются циррозные процессы, если, конечно, уже не циррозная печень в конечной стадии. Все возможно изменить и исправить. Теперь я расскажу как раз именно о правильном курсе, как говорится, с научным подходом. А наука, которая занимается лечебными свойствами высших грибов, базидеальных грибов, называется фунготерапия. Важно сказать о некоторых противопоказаниях. Они есть. Ну, во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания в серьезной форме своего развития. Это легочные заболевания. Это серьезные нарушения в работе печени и почек, язвенная болезнь. Ну, пожалуй, все. Единственное, конечно, еще, как всегда, это беременность кормлению грудью, но это понятно. Ну, а теперь схема применения препарата капринус. Значит, вы можете приобрести данные препараты у нас на нашем сайте надгар.ру. Применение следующее. Значит, две капсулы утром в течение трех месяцев принимать. Или две капсулы утром принимать первый месяц, а потом уже четыре капсулы утром в следующие два месяца. То есть, второй и третий. Это, конечно, рекомендуется вот эта большая доза. Во-первых, при большей массе тела. Ну, скажем, человек весит не 60 килограмм, а 70-80. Если у него большой стаж алкоголизма, пьянства, то лучше воспользоваться вторым вариантом с большей дозировкой. Передозировать здесь нельзя. Более того, если не помогает в начале, ну, первую неделю или две, человек все равно пьет, мучается и пьет, то можно добавлять во второй половине дня, по крайней мере, где-то в середине дня еще две капсулы. Вот таким образом. Значит, в баночке 60 капсул. Поэтому можно рассчитать. При потреблении, скажем, шести капсул в день на 10 дней хватит одной баночки. То есть, на месяц нужно три баночки взять. Что еще я бы рекомендовал? Если человек, конечно, сознательно будет применять, то для поддержания печени хорошо бы использовать гриб трутовик листыночный. Видео о нем вы можете посмотреть также на моем канале. В этом случае нужно применять таким образом. Препараты применяются всегда до еды. Это понятно. То есть, капринус применять нужно минут за 10-20-30 до еды. Либо, если вы подсыпаете в еду человеку, то можно также капсулы открыть и просто высыпать порошок, еду перемешав. Но лучше это сделать до еды. А трутовик листничный нужно потреблять после еды, в данном случае, где-то часа через полтора-два после еды. По три капсулы три раза в день. Ну и, соответственно, вам потребуется пять баночек на один месяц. Если человек масса тела до 60-65 килограмм, то можно по две капсулы три раза в день. Также после еды, через полтора-два часа, тогда три баночки потребуются на один текущий месяц. Это очень сильное гепатопротекторное средство, будет восстанавливать печень, что очень важно. Также я рекомендую вам посмотреть моё видео «Гриб-дождевик». Дождевик обладает свойствами вытягивать из организма тяжёлые металлы, радионуклиды. Это было бы очень хорошо для реабилитации больных, тем более с систематичным отравлением организма долгими годами. Да, я советую, когда пройдёт курс три месяца с капринусом, месяц реабилитации, пропить препараты, о которых я рассказываю в моей лекции «Гриб-дождевик». Просто посмотрите и выпишите эту методику. Конечно, мы рассмотрели эту проблему с точки зрения биохимических механизмов. Ну, по крайней мере, из презентации более подробно вы можете биохимию вопроса понять. Не стал нарочно я сложными биологическими терминами, процессами загружать людей, тем более многие из них это не хотят слушать и не поймут. А говоря о психологических, нравственных и прочих вопросах, я здесь хочу вам сказать. Если вы хотите помочь человеку, который употребляет алкоголь, который тем более пьёт и много потребляет. Обязательно покажите ему лекцию профессора Жданова, которая называется «Алкогольный, табачный и наркотический террор против Святой Руси». Название такое именно лекцию 2004 года. Это самая сильная лекция Жданова на эту тему, после которой человек, у которого осталась хоть капля совести, в принципе пить не сможет. Кстати, очень важная личная убежденность человека не пить. Тогда вот эту химическую зависимость он сможет быстрее побороть, потому что моральный настрой человека очень важен. Естественно, человеку, переходящему на более здоровый образ жизни, который перестаёт пить, потреблять алкоголь, необходимо заниматься физически. Очень важно активную физическую работу вести. Это гораздо ускорит процесс выздоровления. То есть, важно, чтобы окружение больного помогло переключиться человеку, соответственно, для восстановления вот этой нерагу и моральной регуляции. Спокойное состояние психологическое в семье, на работе. Это дополнительные важные меры. Конечно, можно справиться и без этого, но если воля самого больного, самого зависимого есть, то тогда это будет гораздо проще и быстрее. Также я хочу сказать о методе Шичко, который помогает избавиться от алкогольной зависимости. Очень важная психологическая работа там применяется. Метод достаточно прост. Его, ну что называется, на себе проверили уже десятки тысяч, если не сотни людей, которые полностью избавились от алкогольных вот этих привычек и зависимости и стали нормальными людьми. Так вот, рекомендую использовать и этот метод. Ну и за завершение хочу сказать. Уважаемые родители, воспитывайте своих детей в природной естественной трезвости. Пусть свою трезвость, данную от природы, естественное состояние человеческого разума, рассудка, молодой человек пронесет до конца своей жизни не из погания, не из пятна в свою душу, совесть, чистоту в этом поганом болоте. Алкоголиками становятся люди не из-за того, что они предрасположены или нет, а потому что таково свойство наркотического яда, страшного. Айтилуэспирт это наркотик, который в ГОСТах СССР был до 70-х годов черным по белому прописан. Это протоплазматический яд, это наркотик, существует наркозная доза. Ну, впрочем, об этом в лекции Жданова более подробно вы можете услышать также и в моих, которые я на тему алкоголя читал. Я хочу дать совет никогда в жизни не потреблять алкоголь, даже не пробовать, потому что тогда этих проблем просто не будет. Единственная возможность, чтобы ваш ребенок вырос нормальным человеком, не спился, не стал алкоголиком, но 100% возможность, не то что вероятность, а абсолютно точно, что он не станет алкоголиком, может быть только следствием того, что ребенок никогда в своей жизни даже каплю в рот не возьмет. Вот если никогда ни капли во рту не будет, то и алкоголиком на 100% он не станет. А миллионы, сотни миллионов людей становится потому, что они когда-то в свою жизнь приняли по глупости своей. Вот это поганое зелье, этот наркотик, это протоплазматический яд, этот растворитель, и человек, который откажется от потребления алкоголя, никогда не потеряет ничего, только приобретет. И радость жизни, и спокойствие, впоследствии сначала он не будет это осознавать, и, возможно, счастливую жизнь. А счастливой жизни построить с алкоголем в жизни невозможно. И также помните, что кто пьет хоть каплю алкоголя, он вносит в свою лепту дело уничтожения своего же народа, детей, будущих поколений. Поэтому этот человек предатель и негодяй. Но только это надо осознать, а не жить в иллюзиях. Очень рекомендую книгу «Угловый сердце хирурга» «В плену иллюзий». Ну, и также, конечно, лекции Жданова, как я уже сказал. Смотрите мои другие видео по грибным лечебным препаратам. Грибы – это уникальные лечебные средства, которые тысячелетиями люди потребляли. И лечили самые серьезные заболевания. Ну, и сейчас это возможно. Только нужно знать, поэтому смотрите мои лекции. В них я подробно рассказываю, как это можно сделать. На этом все. Здоровья вам, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилась данная лекция, если она важна. Ну, и помогайте другим, распространяйте, пересылайте ссылочки. Тогда и другие люди будут иметь возможность, кому это действительно будет необходимо, применить в своей жизни вот те рекомендации, о которых я сегодня рассказывал. Всего хорошего.